Депутаты окружного собрания провели крайнюю перед парламентскими канюкулами сессию. Они рассмотрели 19 вопросов в повестке дня, приняв важные законодательные изменения. Так, в четвертый раз поправки претерпел бюджет региона на текущий год. Изменения произошли за счет увеличения сигнований департаментом на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, приобретения основных средств и проведения ремонтов, возмещения недополученных доходов по перевозке пассажиров и коммунальным услугам, увеличение субсидий на молоко и хлеб. Подробности далее. Параметры окружного бюджета на 2019 год увеличены более чем на 870 миллионов рублей по доходам, а по расходам более чем на 1 миллиард 200 миллионов. Средства распределены между департаментами. Так, с учетом внутреннего перераспределения средств на 610 миллионов рублей, увеличено ассигнование департаменту строительства ЖКХ энергетики и транспорта. В том числе увеличены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства. 300 миллионов рублей на автодорогу Усинск-Нарьинмар, 67 миллионов на ремонт дороги на участке 60 лет СССР до Рыбников, 80 миллионов рублей городу Нарьинмару на ремонт дорог по улице Мира, торговый проезд и переулке Макарабаева, 49 миллионов на школу на авиаторов, 70 миллионов на строительство детского сада в поселке Несь, 181 миллион на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 124 миллиона на субсидии юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по перевозке пассажиров и коммунальным услугам. Помимо окруженных денег на реализацию части строительных проектов направлены и средства Федерации. Оттуда плюсом в бюджет округа пришло почти полмиллиона рублей. Напомню, на условиях софинансирования строится школа на авиаторов, дорога на Усинск и другие объекты. Это очень серьезное подспорье для выравнивания нашей бюджетной обеспеченности внутри региона. И я, насколько понимаю, Александр Витальевич Цыбульский этой проблематикой занимается достаточно эффективно. И если раньше мы говорили о том, что у нас привлечение средств и создание бюджета было достаточно проблемной ситуацией, то сейчас уже на протяжении двух лет эта проблема у нас решается достаточно серьезно. И сейчас, как вы услышали в докладе, мы должны выйти на два и более миллиарда по году. Более чем на 200 миллионов рублей в бюджете округа текущего года увеличены и ассигнования Департаменту здравоохранения, труда и социальной защиты. Из этой суммы 119 миллионов будут направлены бюджетным учреждением на приобретение основных средств и проведение ремонтов в Нейнской окружной больнице и поликлинике Заполярного района. На 63 миллиона увеличены бюджетные средства на социальную поддержку населения. Сегодня где-то 210 миллионов выделяется для данного департамента. В том числе выделяется средство для приобретения лекарств для онкобольных. На самом деле это очень большая проблема. Если у нас было за 4 месяца использовано средство 16 миллионов, то еще необходимо будет у нас заложено 20, у нас еще необходимо где-то 28 миллионов. Непосредственно только для лекарств, для онкобольных. Это на самом деле очень большая проблема. Затем не хватало для операционного нашего отделения и также для остальных не хватало расходных материалов, на которые также внесены дополнительные средства. На 141 миллион рублей увеличено ассигнование с учетом перераспределения Департаменту образования, культуры и спорта Нейнского округа. В том числе увеличено на 60 миллионов субсидий бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам для 48 учреждений, школы, детские сады, библиотеки, спортивные залы и другие. На 48 миллионов увеличено субсидии бюджетным учреждениям на приобретение основных средств и проведение ремонтов для 36 учреждений. 29 миллионов выделено дополнительно на охрану 40 учреждений с целью обеспечения антирористической защищённостью. Также принято решение увеличить бюджетное ассигнование на субсидии сельхозтоваропроизводителям и предприятиям торговли Нейнского округа. Там идёт увеличение субсидий для производителя хлеба. Почему? Потому что с 1 мая поменяли несколько ставки в сторону увеличения для производителей хлеба за одну тонну произведённой продукции. А также на 33 миллиона у нас увеличена субсидия для производителей молока. То есть это была проведена большая работа. В мае месяце увеличивается субсидия на 1 литр произведённого молока с 50 до 85 рублей. Правда, пока это на 4 месяца. Но мы посмотрим в этот период, всё-таки есть положительная динамика или нет. И тогда будем уже дальше предусматривать какие-то средства. Кроме того, в принятом сегодня документе предусмотрены средства на индексацию должностных окладов работников государственных бюджетных учреждений с 1 августа этого года. Мария Владимирова, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Продолжение следует...